В конце прошлой недели традиционно в Олимпийском проходил открытый чемпионат города по мини-футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения в памяти героев Чернобыля. На турнир приехало 9 команд из Киева, Чернигово, Броваров, Конотопа, Скадовска и, конечно, из Славутича. Матчи проходили в двух подгруппах. Победители подгрупп потом сражались в финале. Ими оказались ФК Чернигов и Каскад-1 из Броваров. Славутичу не повезло. Команда из Славутича попала в подгруппу с явным фаворитом – ФК из Чернигово. Они забили 22 и пропустили только 7 мячей. Да еще в этой же группе выступил и второй состав из Броваров, которые победили в группе «Б». В предварительном турнире славучане, увы, заняли только третье место. Наши проиграли три матча с разрывом в один мяч. 2-3, 1-2, 1-2. О причинах не совсем удачной игры мы поинтересовались у нашего тренера Александра Вишневского. Я, честно говоря, надеялся, что будет еще хуже. Потому что, в принципе, у нас одна проблема, то, что я уже говорил, количественный состав детей. Просто их мало одного возраста, к сожалению. Но при стечении обстоятельств, как бы при фарте, мы могли бы при Зоре попасть. Ну, где-то неудачно первую игру сыграли. А так, достойно такие. Я, честно говоря, команды очень хорошие. Хорошего уровня команды приехали. Поэтому думал, что будет хуже. Но, слава богу. С твоей точки зрения, какая команда была сильнейшая? Ну, по зрителям мы определили точно Чернигов. По игре вроде «Каскад». Вот, а с твоей точки зрения, ты видел все команды? Ну, я скажу, что там было три таких команды. «Каскад», «СКА» Киев и «Конотоп». Они, в принципе, одного уровня. Они в группе, они сыграли, каждый друг друга обыграли. И в финал вышел «Каскад» чисто по разнице забитых мячей. Так же мог бы и «Зирка» выйти. То есть, не «Зирка», «СКА» Киев и «Конотоп» так же в финале играть. Ну, я смотрел, здесь была самая маленькая команда. Ну, и по росту, и по возрасту. Это, по-моему, «Зирка» из Киева, да? То есть, вот… А у тебя такого же возраста? Нет, «Зирка» Киев участвовала 11-м годом чисто. А, 11-м. Чисто 11-м. У нас 10-й, 11-й. У нас команда смешанная такая. В следующем году как будет? Ну, я думаю, да, подрастут. Может, кто-то еще придет к нам. Я думаю, что мы уже в игровом плане прибавим. Прибавим. Есть над чем работать, и мы знаем, над чем работать. Также мы начинали с 5-м годом, который тоже самое было. Проблемы первые в турнире проигрывали. А завтра мы едем в финал области по мини-футболу в 5-м годом. В 5-м году? Надежды на победу есть? Ну, да, есть надежды. И я думаю, что будем бороться за первое место завтра. Белая церковь. Финальная игра получилась увлекательной и мощной поддержкой зрителей из Бровров и Чернигова. Приехало много родителей, и, естественно, все болели за своих. Родители молодые, поэтому кричали практически все время и громко. Конечно, в таком возрасте сложно требовать многоходовых комбинаций и соответствующей игры. В основном это индивидуальная игра и максимум 1-2 пасса. И она чаще получалась у команды из Бровров. Вот так они открыли счет. И хотя порой игра проходит достаточно сумбурно, когда игроки на 3-х квадратных метров могут несколько раз стерять мяч, но это дети. Кому-то 8, кому-то 7, а кому-то и 6. А так футболисты каскада забили еще один гол. И, видимо, у черниговцев просто сдали нервы. Защитники растерялись, а Бровары забивали и забивали. Ругать в таком возрасте игроков не стоит. Для многих из них это просто игра в мяч. Кому-то повезло ударить, кому-то не повезло. К комбинационному футболу они придут обязательно. Года через 2-3. А пока их поддерживают и родители, и тренеры. Говорят, ничего, в следующий раз обязательно получится. А после игры тренера обмениваются друг с другом рукопожатиями и говорят, ну, у тебя вот пятый номер или шестой, замечательный, синий нападающий. Просто завидуют друг другу белой завистью. И награждение. Для большинства юных футболистов это, пожалуй, главное в турнире. В начале поздравления от Торгкомитета и неожиданно в процессе официальной части турнира наш председатель Федерации футбола Василий Захарченко узнает в тренере Каскада своего хорошего знакомого, с кем они в молодости играли в футбол. И под бурной овацией состоялась встреча старых друзей. После столь приятной встречи и неожиданной встречи началось награждение лучших игроков по номинациям. Вратарь, защитник, нападающий. Затем решили отметить и лучших игроков каждой команды. Буря! 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 На втором месте ФК Чернигов. Ну, тут, пожалуй, стоит отметить болельщиков. Их было больше, чем футболистов, и кричали они громче всех. А на первом месте футбольный клуб «Каскад-1 Бровары». А на первом месте футболистов. В финале гимн Украины, который пели не все юные футболисты, а вот их родители – настоящие патриоты. До новых встреч, юные футболисты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok